Пожары ни при чем. Случаи выходов медведей к людям все чаще фиксируют в регионе. Из-за этого сейчас даже нельзя получить официальное разрешение на посещение объектов Кругобаякальской железной дороги. Именно там, в частности, хозяева тайги в последнее время чувствуют себя как дома. Численность этих хищников в Иркутской области почти в 2,3 раза превышает норму. В регионе насчитывается около 18 тысяч бурых медведей. Однако такая активность, как сейчас, для хозяев тайги в августе нетипична. Кормовая база у животных в текущем году достаточная. В Прибаякальском национальном парке участившиеся случаи выходов медведей к людям объясняют тем, что более сильные матерые особи вытесняют молодняк. Кроме того, ряд специалистов считают, что плохо отлаженная система утилизации отходов на отдельных территориях провоцирует хищников на выход к населенным пунктам и турбазам. С начала года для регуляции численности медведей в Прибаякалии было выдано 22 разрешения на их добычу. Ликвидировать удалось двух животных. Рассматриваются и альтернативные способы отпугнуть хозяев тайги. В частности, установка электроизгородей. Буквально сейчас уже у нас ведутся расчеты и переговоры по установке такой электроизгороди на кладбище в порт Байкал, где тоже возникает проблема с посещением медведями кладбища. Планируется ограждение кордонов в лесничестве, берег Бурых, медведей в заповеднике. Суть такая, что по проволоке опущен легкий разряд тока, и когда медведь пытается преграду преодолеть, он отпугивается. Один раз, два, его током ударило, больше он уже просто не пойдет на эту территорию.